Чрезвычайное происшествие в Сормовском районе на станции Починки. Два подростка, 12-летних мальчика, ночью решили забраться и погулять по крышам поездов, стоящих на станции. В результате они получали удар электрического тока. Один мальчик получил очень серьезные травмы и находится сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации. Второй отделался более легкими ожогами, обожжено у него лицо и нога. И с ним мы смогли переговорить. Игорь, короче, залез, потом Дима, потом я залез. Мы залезли, посмотрел и начал слоить. Я сам не понял, откуда я был. Потом там что-то загорелось и Дима горел. Он здесь сейчас лежит. Он медикаментозно снял на аппарате. Мачишку, да? Промачишку. Оставили, наверное, на интубацию, да? Ничего, у него состояние крайне тяжелое. А там практически 80% поражения ноги было. Сейчас операция была, ну, там, лечиться будет широк. Шок, кроме того, тут, ну, 50, даже не 50%, 70% может погибнуть, процент в 30%. Они уж не первые за этот сезон. Вот как начинается весной, и вы по осени, пока у них камень было. А кто был организатором, чтобы залезть на вагон? Игорь. Он что сказал? Пошлите залезем. А сколько у вас было всего? Кто залазил? Да. Четыре. Вот мы втроем и девочка. Я не знал, что так будет. Покомментируйте, как такое могло произойти. Ребята оказались на станции. Выходите, пожалуйста. В это время их не было. Никого не было на этом месте, где они вылезли. А где они вылезли? Там, в той стороне, в конце. А куда они залезли? Залезли? Ну, в вагон куда-то, там, так, ну, сеть, как всегда. Ой! Ой! Ну, я не знаю, как людям говорить это, как. Ну, потому что родители не смотрят за детьми. Вот как это произошло. Родителям, видимо, без разницы. Такие семьи. Это что же? Они не знают, где дети ночью бывают. Они должны в это время дома быть, а не на улицах.